Миграционная способность опухолевых, стволовых и прогениторных клеток, полученных из метастатической гипотомы крыс в видеомикроскопии живых клеток. 15 минут, пожалуйста. Тут цитология, да? Добрый день. Поэтому в нашей работе предпринята попытка изучения миграции опухолевых, стволовых и прогениторных клеток на клональных клеточных линиях, полученных из метастатической гипотомы заидола. Прежде чем перейти к просмотру видеоматериалов, необходимо кратко остановиться на организации опухоли и дать их краткую характеристику нашим клональным линиям. На сегодняшний день рассматриваются две модели организации опухоли, структурной организации опухоли. Предполагается, что стахастическая модель предполагает, что клетки, несмотря на такую гетерогенность, клеточную гетерогенность опухоли, они в равной степени способны к образованию новых опухолей. В то время как иерархическая модель организации опухоли предполагает, что в основе опухоли находится небольшая субпопуляция опухолевых стволовых клеток. Это, прежде всего, надо иметь в виду, что это рабочий термин для обозначения субпопуляции клеток, которые обладают опухолеиницирующим потенциалом. Кроме этого, важным моментом является то, что клетки этой субпопуляции способны к самообновлению и аберрантной дифференцировке в результате асимметричного деления, когда одна клетка остается и пополняет пул стволовых клеток, а другая клетка двигается по пути клеток-предшественника и к аномальной дифференцировке. В настоящее время предполагается, что среди опухолевых стволовых клеток существуют еще метастатические клетки, которые, сохраняя свойства опухолевых стволовых, кроме того, еще характеризуются способностью к миграции. В нашей лаборатории мы в течение многих лет проводили исследования на клетках остытной гипотомы Зайдела, которые использовались в качестве удобной модели для изучения биохимических и иммунологических характеристик опухолевых клеток. Эта гипотома интересна тем, что она была индуцирована еще в 50-е годы французским исследователем Франсуа Зайдела на крысах в результате воздействия гипотоканцерогером-4-диметиламинаазобензолом. При вскрытии животных оказалось, что в первичной опухоли в капсуле был обнаружен разрыв, в результате чего как будто в брюшную полость отделялись группы эпителиальных клеток. В результате образовался геморрагический остыт, который начал перевиваться от крыси к крыси, и до сих пор эта опухоль поддерживается в таком перевиваемом виде. Я говорю это для того, чтобы подчеркнуть, что вот это образование опухоли, оно было, этой остытной формы опухоли, оно было спонтанным. То есть, рассматривая опухоль, Зайдела сейчас на ее природу, мы предполагаем, что, видимо, надо говорить, что это метастатическая опухоль, и которая вот в результате такой опухолевой прогрессии в рамках первичной опухоли образовалась вот эта брюшная, в брюшной полости метастатической опухоли, которая далее имеет в 90-100% она метастазирует в паратрахиальные лимфатические узлы. Вот таким образом мы предположили, что клетки остытной гипотомы Зайдела могут содержать субпопуляцию метастатических опухолево-столовых клеток. Отсюда задачи нашего исследования были получение клеточных субпопуляций, обогащенных опухолевыми стволовыми и опухолево-пригенитурными клетками, гипотомы Зайдела и их характеристика. И вторая задача — определение миграционных способностей этих клеток. Как я говорила, в результате асимметричного деления стволовые клетки, что показано для нормальных стволовых клеток в том числе, могут делиться асимметрично, в результате чего возникает стволовая клетка и транзитные амплифицирующие клетки. При клонировании стволовые клетки дают образование голоклонов. Это такие округлые, типа бляшек, с ровными краями, благодаря тому, что они состоят из гомогенной популяции клеток. Тогда как транзитные амплифицирующиеся клетки ранней стадии дают образование мероклонов, а комментированные дифференцировки клетки образуют пароклона. Этот метод мы использовали для выделения опухолевых стволовых и опухолевых прогениторных клеток из клеток, и потом из-за делам. Прежде чем проводить клонирование, мы клетки остыдной формы перевели в культуру, разделили прикрепляющиеся клетки, отделили от суспензионной культуры, и вот работа выполнена на монослойной культуре, которая получилась в результате этого эксплантации клеток в культуру. Как казалось, мы проводили клонирование методом предельных разведений так, что в каждой луночке находилась одна клетка и наблюдали за развитием клона. В результате у нас получилось три клона, которые своим внешнему виду соответствовали тому, что в литературе называется голоклоном. Это вид голоклона на шестые сутки, на восьмые сутки, на десятые и на тринадцатые сутки. Как видно уже на этих рисунках, такое впечатление, что от голоклона начинают отделяться и эмигрировать клетки в разные стороны. Из транзитных амплифицирующихся ранней стадии образуются мироклоны, которые имеют совершенно другую картину. На десятые сутки это выглядит как небольшой монослой, у которого изрезанные края, потому что этот клон состоит из клеток гетерогеновых. Состав клеток у них, так сказать, и там присутствуют более дифференцированные и менее дифференцированные клетки. В результате неоднократного пассирования в культуре мы получили клеточные линии из этих, линий голоклонов и мироклонов, которые при морфологическом и морфометрическом изучении очень значительно между собой разделяются. Голоклональная линия, поскольку она произошла от голоклонов, то она имеет признаки по определению опухолевых стволовых клеток. И по своим морфологическим характеристикам, это клетки имеют фибробластоподобную структуру, имеют выросты, за счет которых они между собой взаимодействуют. Тогда как образуют рыхлый монослой, и когда мы подсчитали размеры клеток и ядерно-цитоплазматические отношения, то оказалось, что они значительно меньше, чем клетки мероклонов. И по ядерно-цитоплазматическому отношению характеризуются как низкомолекулярные клетки. Низкомолекулярные, извините, низкодифференцированные клетки. Тогда как клетки мероклональной линии, они имеют эпителеоподобную морфологию и более крупных размеров, и низкие ядерно-цитоплазматические отношения, что опять-таки подчеркивает более высокий уровень их дифференцировки по сравнению с клетками голоклональных линий. Вот когда мы проверяли туморогенность этих линий, то оказалось, что именно клетки голоклональных линий, переведение животным крысам, беспородным крысам, на которых мы ведем эту линию, то при введении их образуется геморрагический остыд, и в нем плавают вот такие… То есть это говорит о способности клеток… Фу ты, Господи, опять… иницировать опухоль… Вот мы эти линии использовали для того, чтобы сравнить их миграционную способность. Оказалось, что первоначальные тесты у нас проводились на впитательной среде, содержащей 0,5% сыворотки, для того, чтобы исключить возможность их пролиферации, зарастания раны за счет пролиферации. То есть мы проводили так называемый тест на зарастание раны. Для этого выращивается монослой клеток, в нем с помощью носика от пипетки проводится рана, и через какое-то время наблюдается, каким образом происходит зарастание раны. Вот оказалось, что через 48 часов мы эти клетки зафиксировали, окрасили кумаси. Вот как видно здесь очень четко, что голоклональные линии, которые приливаются и дают опухоль, они при этом практически зарастания раны не произошло. Тогда, когда мероклональные линии, которые не дают опухоли, они активно мигрировали, и через 48 часов от линии 9С практически полное зарастание раны наблюдалось. Далее мы использовали видеомикроскопию для того, чтобы наблюдать, что же там происходит. В этом случае мы уже работали с 10% сывороткой. И, как оказалось, клетки мероклонов и клетки голоклонов ведут себя абсолютно по-разному. Значит, в случае голоклонов, когда, по-видимому, мы имеем дело с опухолевыми стволовыми клетками, отсутствует плотный монослой. И когда начинается миграция, клетки, которые расположены плотно друг к другу, они начинают как бы дезинтеграции вот этого всего слоя, отделяются отдельные клетки и начинают двигаться в это свободное пространство. Совершенно другая картина наблюдается для мероклонов. Тут движение гораздо меньше в пространстве отдельных клеток, но при этом происходит смыкание краев раны за счет встречного движения клеточных пластов. Вот, значит, в таком... Еще, да, значит, соответственно, при изучении миграционных способностей в типах движения отмечается обычно, какие механизмы могут использовать клетки для движения. Оказалось, что, значит, амебольный тип движения, он характерен для опухолево-столовых клеток, которые в голоклональных линиях представлены, тогда как групповая миграция и мезинтегийный тип движения характеризуют клетки мероклонов. Я не буду зачитывать вывод, но попрошу показать фильм. Будьте добры, значит, вначале... Вот этот видеоматериал, он касается клеток не наших, клональных. Это в качестве примера того, как на обычной линии гипотомы, гипотомы MH22 мыши, как происходит зарастание раны. Значит, это цитрашерная съемка с интервала в 2 минуты. Наблюдение проводилось в течение 24 часов. Как видно, при такой незначительной подвижности клеток зарастание раны практически не наблюдается. Вот единичные клетки начинают движение, это мезинхимный тип передвижения клетки, по-видимому. Это следующая линия также из коллекции клеточных культур Институт цитологии. Это мышиная гипотома BVTG3. И, как видно, в отличие от предыдущей линии, она более подвижная, и тут постепенно начинает проявляться коллективный тип миграции, когда появляется ламелоподия, и, в общем, идет сближение краев раны на встрече друг к другу. Может, прекратить. Давайте следующую. Значит, на этой видео представлены материалы. Это представлено движение клеток монослойной линии, которую мы подвергали клонированию. Очевидно, что тут высокая степень миграции клеток, в которых, в общем, разные типы движения присутствуют, и групповая коллективная, и мезинхимный тип движения. Ну, хватит. А это следующее. Демонстрирует движение наших голоклональных линий. То, что, по всей видимости, содержит опухолевые стуловые клетки, выделенные из голоклонов. Как я говорила, ну, это видно и при препаратах, окрашенных гемотоксиленом, что они не образуют плотного монослой. Здесь это всё подтверждается. И видно, что, в общем, клетки растут такими скоплениями, и постепенно начинается вообще дезинтеграция этих слоёв. Они, клетки, разделяются, и каждый индивидуально мигрирует с разной скоростью причём. Разные формы движения, разные клетки. И практически тут нет групповой миграции, а везде идёт индивидуальная миграция. То есть, это голоклон, всё выросло из одной клетки и даёт при введении животным опухоли, развитие опухоля. Сейчас. Уже можно заканчивать. Сейчас, сейчас, сейчас. Ещё будет добавлено. Нет. А, ну да, правильно. Так. Ещё, наверное, пару минут есть или нет? Да. Вот следующая голоклональная линия также показывает такой же тип движения, амибоидный. при этом видно образование хвостов таких вот, за которые цепляется клетка. И будьте добры, остановите следующее. И следующая линия это мероклонка, значит, то есть, это полученная из клетки предшественница. И миграция идёт за счёт, вот опять-таки, практически нет индивидуального движения, а практически идёт сближение вот этих клеточных пластов. Таким образом, получается, что вот при том, что тест на зарастание раны предполагает выявление мигрирующих таких вот, активно мигрирующих и участвующих в метастазировании клетки, у нас получилось, что опухолево-стволовые клетки, которые дают и иницируют опухоль, они мигрируют индивидуально, и в этом тесте зарастание раны, если смотреть их ненавиде, то практически это вот трудно уловить. Наталья Баловна, вот в интересах дела, наверное, было бы неплохо, если бы вы всё-таки выводы нам как последнюю уже точку в изложении показали, потому что мы всё-таки что-то должны домой унести. Можно оставить тогда, да? Последний слайд, если можно, покажите, пожалуйста. Самый последний. выводы это практически всё впервые показано, характеризуются способностью к индивидуальной миграции по амигоидному типу, в то время как опухолевые прогенитурные клетки имеют эпителеоподобную морфологию, образуют плотный морослой, нету, морогены и характеризуются способностью коллективной миграции по мизинхимному типу. Спасибо большое, Наталья Павловна. К сожалению, для вопросов не осталось времени. Субтитры создавал DimaTorzok